Всем огромный привет! Рада всех видеть на канале! Давненько у меня не было распаковок компании Avon, где-то уже дней 20, поэтому я очень соскучилась. И сегодня так все срослось, что я просто не смогла пройти мимо и не сделать данный заказ. Давайте уже будем распаковывать, будем смотреть. Это девятый каталог, сентябрь месяц. В принципе, каталог меня сильно не привлек. Меня больше интересовал фокус, какие-то акции, новинки. Один заказ у меня с парфюмерными новинками вышел в начале сентября. Я от него до сих пор не могу прийти в себя, потому что действительно все новинки практически зашли на 100%. Ну и сегодня, я думаю, будет не менее крутой запас. Убираем, как всегда, счет-фактуру. И давайте будем смотреть, что я заказала. В принципе, здесь был уход, но еще был один интересный ароматик. Давайте все будем подробно рассматривать. Давайте быстренько пробежимся по самому заказу и приступим уже к самому главному, что было в заказе. Положили мне вот такие вот буклетики. Это сейл осенний и какая-то брошюра по Нью. Не смогла я пройти мимо и не заказать вот такой вот гель для душа. Уж очень много положительных отзывов. Было от девчонок, кокосовое молоко и малина. Обалденный действительно аромат. Классный гель. Вышел он мне за 109 рублей и здесь 400 миллилитров. Следующее, что я, кстати, пропустила и увидела также у девчонок, это вот такой вот шампунь с авокадо. Я почему-то думала, что в фокусе это было молочко для тела, и поэтому я не стала его заказывать. Я серию Кео уважаю и я почему-то верю, что она работает очень-очень хорошо. Шампунь стоил 139 рублей, а вот также к нему прилагалась вот такая вот новиночка. Это маска для волос, увлажняющая с маслом авокадо. Большой объем, интересный такой зеленый аромат. 169 рублей, 400 миллилитров. Очень рада, что я сейчас все-таки данную маску заказала. И на последнем буквально шаге я вспомнила, что у меня заканчиваются тоники. Сегодня закончились прям последние капли, и мне пришлось заказать вот такой вот тоник с родниковой водой. Он мне не очень сильно нравится, потому что в области около глаз он мне очень-очень сильно щиплет и вызывает такой даже некий дискомфорт. Но я не буду им пользоваться возле глаз, постараюсь его использовать только на лице. И пускай он у меня будет, потому что эти тоники, их сейчас распродают, их скоро уже не будет в продаже. За три тоника заплатила 175 рублей 90 копеек. И также мне за какие-то сущие копейки, наверное, за сколько-за сколько, даже не за сущие, а за целых 30 рублей мне вложили вот такую вот сыворотку. Но я вообще-то заказывала тональную сыворотку, а мне вложили вот эту вот. Я знаю, девчонкам вкладывали, по-моему, бесплатно. Ну, не знаю, что-то тут не так, но да ладно. Ну и давайте теперь будем переходить к тому, что я заказала и ради чего вообще делался этот заказ. Я не верю своим глазам, признаюсь честно. И я даже не понимаю, что данный аромат у меня сейчас будет просто в руках, я смогу его ощутить. Все мы знаем, что запускается новая линейка, и здесь будут вот такие вот природные ароматы. Линейка будет называться Avon Collections. Это парфюмерные вводы, выходят у них три аромата с лавандой, аромат с жасмином и аромат с грушей и миндалем. И когда я делала заказ, то все три аромата, они спокойно пробивались. Но когда обработалась фактура, то, естественно, кое-что ушло под пятерки, а кое-что все-таки мне пришло. И давайте будем знакомиться с ароматом, который, мне кажется, понравился многим. И он сейчас первый поступил на склад города Новосибирска. Это Local Natur, и это жасминовый аромат. Конечно же, будем это все дело вскрывать, будем его сейчас смотреть. И давайте посмотрим, как он выглядит. Все заслюдировано, и это хорошо, потому что ароматы не бюджетные. Они вообще стоят 1200 в каталоге. Со скидкой 899 рублей будут в следующем каталоге. При покупке 3 в октябре будет проходить скидка, по-моему, 40%, и они будут выходить по 599 рублей. Ну, а мне данный аромат достался за 629 рублей. То есть я, короче, переплачу, но ничего страшного, пускай будет так. Вот так вот все упаковано, и здесь такое ощущение, что здесь натуральная деревянная крышечка. Может быть, это имитация, но пока у меня такое впечатление. Давайте будем смотреть. Все повнимательнее, и, конечно же, будем тестировать. Да, возможно, крышка пластмассовая. Внутри поверх одета такая деревянная. А может быть, пластмасс покрашен под дерево, и все это смотрится действительно очень по-природному, по-натуральному. Ну, без тестирования никак сегодня не обойдется. И вообще я планирую буквально, может быть, даже завтра снять полный обзор на данный аромат, потому что я его активно тестировала в пробнике, и у меня есть что сказать, что рассказать. Сегодня мое мнение. Либо в одну сторону, либо в другую, оно как-то сформируется. Этот аромат я также хочу нанести и на волосы, и, в общем, везде-везде-везде я хочу понять, как он будет звучать на разных местах, и как он будет раскрываться. Сладость очень такая пленящая. И если вы ждете, что на старте появится при распылении именно такой нежный белоцветочный жасмин, то не ждите. У вас появятся сладкие, вкусные, такие прям ноты. Мне даже кажется, что это нота сочной такой груши, именно такой свежевыдавленной, сладкой. Ну, это просто потрясающее ощущение. Когда я тестировала из пробника, то таких ощущений у меня не было. Да, действительно, вот эти вот белые цветы, они могут как-то трансформироваться и давать немножко такое сбитое ощущение. Вот как раз в этом аромате я сейчас это ощущаю. И, конечно, удивительное чувство, когда ты используешь аромат не из пробника, а именно из полноразмера или, допустим, там из пробника полтора миллилитров, но чтобы он имел распыление. Потому что вот это вот первое облако стартовое, оно играет огромную роль. И когда мы приходим в магазин, то мы в первую очередь приобретаем ароматы, которые нас заинтересуют по первому вот этому нанесению, распылению и обволакиванию всего нашего мозга и сознания. В общем, интересный старт, потрясающий, звонкий, ненапрягающий, очень-очень классный, позитивный. Да, на аромат, я думаю, на старте оценят прям, наверное, 99% любителей очень таких приятных, натуральных, вкусных, свежих ароматов. Да, хоть ароматы со сладинкой, но он отдает свежестью. И, знаете, он мне сейчас напомнил аромат моменты счастья. Такой вот зелененький есть в Ивроше. Вот на старте они безумно схожи. Вкусные, очень-очень вкусные. Конечно, рассмотрев в этой пирамиде такие вот кунжутные мотивы, аккорды, я сейчас не смогу, потому что они у меня совершенно не проявляются. И кедр я тоже не ощущаю. Где-то бело-цветочность она есть, но она настолько отдалена, я не могу понять, что здесь есть. Но здесь, мне кажется, будет или яблочная эссенция, или будет сок груши. Но что-то будет такое, потому что фруктовую нотку я здесь тоже чувствую. И она, девчонки, потрясающая. Знаете, вот если говорить про жасминовые нотки, то они где-то отдаленно, в виде такого цветущего куста, они здесь также начинают потихоньку проявляться, но не сразу. Я думаю, об этом аромате стоит поговорить чуть более поподробнее. И сейчас я пытаюсь ощущать его с кожи. Он звучит очень так прям навязчиво, красиво, женственно. А с одеждой он звучит совершенно по-другому. И он звучит более, что ли, по-зеленому. Я не знаю, я не ощущаю на одежде вот эту сладость, как я ощущаю на коже. В общем, если хотите, чтобы на вас обратил внимание такой прям мужчина, который любит сладость, нежность и что-то еще в этом роде, то этот аромат однозначно может зайти. В общем, как я сказала, поговорим о нем в следующем обзоре поподробнее, посравниваю его со всеми абсолютно ароматами, какие у меня есть с жасмином, с нотами кунжута, кедра. В общем, буду все тестировать и поговорим об этом, конечно, в комментариях. Пишите. Может быть, вы ощутили что-то иное из пробника, и вам удалось его распознать с большей интенсивностью. Пишите. Не забывайте, конечно, ставить пальчики вверх и подписывайтесь на канал. Всем вам здоровья, удачи, пока-пока!